МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Восточной Армении основана школа аэрокосмического машиностроения. Симфонический оркестр, первый региональный оркестр, выпустивший альбом с лейбом Deutsche Grammophon. Семейная реликвия Ода Навдар Матена Дарану. Каратеист Горнер Сисян завоевал бронзовую медаль. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 15 июня в эфире государственное телевидение Западной Армении с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Арменуи Цаакян, кратко представив важные события прошлой недели. Пресс-секретарь представила подробности заседания правительства Национального собрания Республики Западной Армении, процитировав выступление президента Республики Западной Армении Литии Маркусян, председателя Национального совета Республики Западной Армении Армена Кабрамяна предложение национального собрания. Процитировав выступление президента, Лития Маркусям подчеркнула предложение президента о важности знания армянского языка и необходимости проходящих заседаний на армянском языке, напомнив о Северском договоре в вопросе устойчивого становления государства и правительства Республики Западная Армения. Пресс-секретарь процитировала речь президента Республики Западной Армении. «Мы все еще молодое правительство, и нам понадобятся годы, чтобы добиться окончательной победы. Шаг за шаг своей повседневной работой мы достигнем нашей цели и окончательной победы». Продолжая представлять итоги прошедшей недели, армия Нуи Саакян представила речь Армена Кабрамяна касательно важности положения Северского договора, процитировав «Мы должны поддержать реализацию Северского договора и притворить его в жизнь. На основе национальной конституции мы избрали президента, рацифицировав Северский договор». Государство Западной Армении рацифицировало Северский договор к восьмой годовщине этого важного события. Вскоре мы отметим восьмую годовщину этого знаменательного события. 10 августа Северский договор был также подписан в Султанской Турции. Имеются видеозаписи, которые являются важными и значимыми фактами. Мы воспользуемся ими в интересах и на благо стабильного становления нашей республики Западной Армения. Продолжая представлять итоги прошедшей недели, армия Нуи Саакян представила предложение, внесенное председателем Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян относительно реализации программ, представленных нашими структурами по модели грантовой заявки. Полная речь пресс-секретаря доступна по указанной ссылке. В продолжительное время Баку называет восточные и южные районы Восточной Армении западным Азербайджаном. Нашу страну представляют как азербайджанскую, армянскую культуру, албанской и тюркской. Об этом сообщает независимая академическая платформа мониторинг культурного наследия Арцаха. В этом контексте на бакинских медиаплатформах также ссылаются на памятники на их якобы албанское происхождение и устранение албанских следов путем ремонта армянской стороны. На этот раз албанскими памятниками названы церковь Сурб Еруртутюн Керанца и церковь Сурб Астваццин Воскепара. Церковь Сурб Еруртутюн Керанца – это базилика XIX века, построенная из местного необработанного камня. В настоящее время ведутся ремонтные работы, направленные на приведение конструкции в первоначальный вид. Главной особенностью памятника являются три пары цельных колонн, поддерживающих крышу. Центральная купольная церковь Сурб Астваццин Воскепара – это сооружение, датируемое концом VI века и началом VII века. На конструкции не сохранились никаких надписей. Присутствующие крестовые композиции особенно примечательны. Запланированы работы по обновлению облицовочных плит. Говорится и о реконструкции храма Ерерюк, где храм представлен как старый турский памятник, расположенный на левом берегу реки Арпача в Багинском районе Шурала западного Азербайджана. Платформа подчеркивает, христианский памятник, датируемый V-VI веками, включен в предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и список культурных памятников, находящихся под угрозой исчезновения Европы НОСТР. В ближайшее время будут проведены активные работы по представлению армянской народной музыки и национальных танцев в качестве туристического продукта. Туризм имеет экономическую составляющую и важные социальные, культурные и политические значения. Отметил президент Армянской Федерации туризма Мехак Апрессян добавив, у сферы туризма большие возможности для надлежащего представления всего культурного разнообразия армянского народа. Ожидается, что концерты танцевальных ассамблей будут включены в туристические пакеты, представляя туристам армянскую культуру. Туристические компании уже продают туры на 2025 год. Крайне важно иметь точную информацию о концертах и фестивалях будущего года. Мечтой героя 44-дневной войны Арена Меграбяна было создание в Армении аэрокосмической техники. Чтобы воплотить мечту Арена, родители решили реализовать образовательную программу, позволяющую молодежи получить бесплатное образование в соответствующих областях. Фонд носит имя героя Арен Меграбян. Благодарительный фонд Арен Меграбян является бенефициаром ежегодной грантовой программы благотворительного фонда Степан Гищан. Приобретены специальные принтеры для организации курсов трехмерного моделирования. Государственный симфонический оркестр Восточной Армении – первый оркестр в регионе, выпустивший альбом под всемирно известным лейблом Deutsche Grammophon. Как сообщает оркестр, альбом под названием «Азнавуриана» посвящен творчеству Шарля Азнавура. В альбоме представлена музыка Азнавура для виолончели с оркестром. Инструментальные версии произведения были записаны симфоническим оркестром, совместно с известным виолончелистом Камил Тома. Идея дирижера Сергея Симбатяна в альбом вошли известные произведения Азнавура. Всего в него включено 15 исполнений. Работы по записи проводились в Ереване и Париже. В ближайшее время планируется также выпуск концертной видеозаписи, где в концертной версии будут представлены некоторые новые произведения Шарля Азнавура, также вошедшие в альбом. В ближайшее время планируется также выпуск концертной видеозаписи, где будут представлены некоторые новые произведения Шарля Азнавура, вошедшие в альбом. Запись альбома осуществил десятикратный обладатель премии Грэмми, саунд-продюсер Кристофер Алдер, представляющий компанию Deutsche Grammophon. Уроженник Джавахка Грико Региазарян передал Матандарану семейную реликвию Новый Завет. Дедушка-священник Грико Региазаряна, эмигрировавший из Зерзрума в село Нурошен-Ахалциха, в 1830 году спас из Старой Евангелия. Спустя годы приняв решение передать реликвию, иллюстрированное Евангелие на хранение Матандарана, поскольку считает, что там она будет находиться в безопасности и сохранности. Даритель подчеркнул важность армянского книгохранилища, призвав общество последовать собственному примеру. Каратеист Гор Нерсисян завоевал бронзовую медаль на проходящей в Казани играх Брикс-2024. В борьбе за бронзовую медаль Гор победил своего китайского соперника. В этой весовой категории победителем признан Эдуард Каспарян из России. На играх Брикс в Восточной Армении уже завоевала одну золотую и три бронзовые медали. Ранее каратеист Сурена Рутюнян завоевал золотую медаль. Самбисты Артур Манугян и Арсен Ханджан стали бронзовыми призерами. Отметим спортивные игры стран Брикс на проходе с Казани с 12 по 23 июня. В программе включены 27 видов спорта. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезвитель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.